Дорогие друзья, вот здесь вот висит ссылочка, по которой я уже снимал ролик о том, как разделать камбалу. В этот раз я ее решил пожарить, но вот думаю, хочу камбалы, дай-ка я ее пожарю. Значит, у меня есть вот такая вот небольшая камбалюха, симпатичная. Значит, как я уже говорил, пузо белое должно быть, не рыжее никакое. Значит, ножницы для того, чтобы обрезать плавники. Кто любит их обсасывать, не обрезайте, жарьте так. Но они чаще всего прилипают, потому что у них много желирующих веществ, коллагена. Можно на уху использовать, кстати. То же самое со вторым плавником, все в мусор, хвост тоже. Самая удивительная вещь на свете это то, что гости приходят в ресторан и выносят поварам мозг, что им вдруг попалась какая-то косточка. Но при всем этом весь YouTube забит роликами о чем? Когда мы просто с костями варим муху на Камчатке. С костями, не буду называть кто, жарит щуку в масле, понимая, что, блин, как ты ее потом будешь есть? Там костей столько, что это невозможно. Все жарят карпа, запекают его и фаршируют гречкой с костями. Как это вообще возможно есть? Но в ресторане нужно вынести мозг. Повару сказать, вы что, не умеете рыбу разделать? Вот, я рыбу разделать не буду, не хочу. Не хочу, не буду, не буду, не хочу. Я ее просто порежу, так как это делают в Абхазии, в Сочи, в Крыму. Например, рыба-калкан, да, всем же известная. Камбала, у которой шипы по всему телу. Ну, вернее, с черной стороны только. Так вот, филировать ее нереально, поэтому ее, как правило, жарят вот так вот, разрубая кусками. Что, смотри-ка, не хочет. Разрубая кусками и обваляв в муке. Смотрите, по позвоночнику разрубил. Теперь вот так вот порезал вот такими кусками. А, фиг там, нужно силу приложить. Теперь соль, все это обильно, солью нужно посыпать. Кто-то в муку добавляет соль, перец, еще что-то. Можно и так, а можно и не добавлять никуда. Все, специи, значит, сильно не балуйтесь, потому что рыба жарится, будет в масле. Специи начнут подгорать, поэтому я всего лишь черным перцем немножко добавлю. Да и, знаете, в муке рыба вкусная будет и так. Теперь я все это опускаю в муку. Просто обычная мука, хлебопекарная. Значит, вот так вот обваливаем. Рыба влажная, она сразу на себя цепляет муку. Даем рыбе немножко полежать. Пишите в комментах, как вы жарите рыбу. Я уверен, будет комментов много. А я жарю так, а вы делаете неправильно. А кто же так режет? Давайте, ребят. Я же на вас надеюсь. Я знаю, что социальная сеть под названием Шеф-повар Василий Емельяненко, это целая конфессия людей, которые реально разбираются в еде. И вы знаете, вы очень много пишете комментариев реально полезных, которые потом читают другие посмотрители, другие гости. И мы делаем очень правильное дело для всего мира. Мы образовываем мир. Мы рассказываем о том, как вкусно и правильно приготовить те или иные вещи. Ну что ж, у меня в руках щипцы. Это значит, что масло в сковороде нагрелось. Посмотрите, сколько его. То есть масла немало, но и не фритюр. Вы знаете, рыба должна находиться в таком нормальном слое растительного масла. Значит, та рыба, которая у нас уже окунулась в муку, во все тяжкие, она отправляется в сковороду. Давай, шайтан-машина, грей! Грей, ребёху, грей! Короче, вот так вот кусочками мы выкладываем в масло рыбку с костями. Камбалу очень просто есть. У неё же всего лишь один хребет и кость, которая идёт вверх, и кость, которая идёт вниз. Она легко снимается вилкой с костей, поэтому проблем никаких нет. Жарьте с костями. Тем более, как я уже сказал, в одном из роликов я показал, как филировать. Кто хочет, тот делает филе и готовит филе. А так это по-народному, по-настоящему. Так готовит вся Россия. А высокую кухню я где-нибудь в ресторане буду делать. В общем, рыбу жарим с той стороны до, ну, какой-то понятной корочки такой. Минут 5, наверное. Потом переворачиваем. Ещё жарим до корочки. Мука сохраняет влагу. Делают неплохую корочку. И вы знаете, даже 10 минут, пожаря рыбу, мы всё равно получаем её немного сухой, сочной. Даже 10 минут, жарим 10 минут на сковороде, рыба будет сочной. Не переживайте. В духовке она высыхает быстро, потому что там не такая скорость жара, не закрывается корочка. И она медленно теряет влагу. Вот какая у нас получилась золотистая корочка. Дальше мне понадобится ступка. Просили соус, будет вам вкусный и чесночный, и соус к рыбе. Так вот, что я делаю? У меня здесь 100 граммов майонеза. Обычного мазика. Вы можете, конечно, сделать всё дома. Ссылочка вот. По ней переходите. Там как раз я рассказываю про майонез. Можете сделать домашний. У меня не было времени, я купил магазинный, который вы, кстати, повсеместно так и прям едите. Все блогеры снимают, мазиком всё заливают. В общем, смотрите, основа это майонез. Делать будем соус руй, ржавый. Да, по-французски? Значит, сюда нам понадобится паприка. Здесь, наверное, полтора грамма, не больше. Паприки. Если будет мало, потом добавим. Так, я рыбу, пожалуй, отключу. Всё, рыба готова. Дальше. У меня здесь шафран. Настоящий. Шафранчик, смотрите. Не всякий там эмеретинский, который наши друзья говорят. Это шафран. Это не шафран. Вот шафран. Настоящий. Шафран греческий, из Греции. Там, где... Греция, кстати, вторая в мире страна по производству шафрана, по объему. Шафрана много не бывает. У этого ржавого соуса должен быть яркий йодовый вкус, который ему и даёт шафран. Щепотка маленькая, да? Всё сюда. Сюда добавляем перец. Можно перец не добавлять. Кто-то добавляет, кто-то не добавляет. Тоже, вот смотрите. Большая щепотка перца. Так, дальше это всё нужно быстренько перемолоть пестиком. Раз, 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 раз. Мы сделали, я сделал красную такую пудру. Всё, почему я перемалываю? Чтобы шафран перемололся. Что, если он бывает, знаете, такой влажный, его очень сложно перемолоть. Получилась вот такая вот красная штука. Вообще, рекомендуется в соус руй добавлять ещё каенский перец острый. Но, вы знаете, у меня каенского перца почему-то не оказалось под рукой. И поэтому я его сюда добавлять не буду. Но вы обязательно щепотку для остроты. Надо, надо. У меня есть табаско. Но щепотлика такой копчёный. Я, наверное, сюда, оп, три капельки добавлю. Это будет неплохо. Так, рыбку сюда переложу, чтобы она у нас там уже перестала жариться. А то я за неё переживаю. И добавляю очень важный ингредиент, который должен быть в соусе. Это чеснок. Чеснок. Кстати, этот соус очень подходит для буябеса. И вообще для разных рыбных блюд. Я вам рекомендую этот соус намазывать на чиабатту. Ну, или на батон какой-нибудь нарезной. У кого что есть. Зубчик очень крупный. Поэтому я буквально вот там треть зубчика добавлю. Натерочки натру. Немножко. Нельзя перебарщивать. Хотя, вы знаете, я смотрю, блин, то, что снимают люди в интернете. Фигачат майонез с таким количеством чеснока. Потом этим чудодейственным соусом намазывают помидоры и едят. Я однажды так попробовал, блин. Меня изжога от свежего чеснока от такого объема замучила. Я решил, что больше я такое количество чеснока в сыром виде использовать не намерен. Ложечкой отсюда забираем чесночок. Два, натертый. Смотрите, вот на кончике чуть-чуть совсем чеснока. Он нам нужен лишь для аромата. И теперь аккуратно все это перемешиваем. Вообще, по классике соус руй, конечно же, делается совершенно в обратном порядке. То есть, сначала нужно растолочь чеснок с шафраном, паприкой и каенским перцем. А потом смешать его с желтками. А затем вливать, как пишут некоторые источники, оливковое масло. Некоторые источники пишут подсолнечное масло. Вы знаете, что майонез с оливковым маслом горький. И соус руй будет тоже горький, если вы будете использовать оливковое масло. Чуточку паприки для цвета нужно добавить еще. Потому что он, конечно же, должен быть красным. Но не в том понимании красным, там как пирожный красный бархат. Но он должен быть такой, знаете, ржавый. Я же говорю, он называется руй. В переводе с французского ржавый. Как только у нас смешались все ингредиенты. Да, вот этот запах йодового шафрана и чеснока дает как раз тот самый вкус. Удивительно, вы знаете, что можно туда добавить? Капельку уксуса. Только, конечно, никакого не бальзамического. Лучше какой-нибудь белый винный. Но у меня белого винного нет. Поэтому я чуточку добавлю яблочного. Ой-ой-ой. Буквально, смотрите, капля. И вторая. Все. Две капли. Соль, сахар по вкусу. Добавляйте. Если делаете майонез своими руками. Если майонез покупной, то, в принципе, ну, сахара можно было бы чуть-чуть, на мой взгляд. Можно было бы, конечно. Все, соус готов. Кто хочет превратить его в чесночный соус, прям целый зубчик можно туда натереть. Не стесняйся. Но там должен быть легкий аромат чеснока. Вот этот йодовый привкус шафрана. Цвет от паприки. И легкая острота. А, про остроту. И пару капель еще табаско я добавлю. Оп-оп. И острота от каенского перца. Но в моем случае это табаско. Посмотрите, видите, камбала. О, класс. Я ее буду складывать светлой стороной. Для того, чтобы было видно на коричневой тарелке, что у нас здесь куски вкуснейшие камбалы, пожаренные в муке на сковородочке. Вкусняшка. Несмотря на то, что сейчас лето, я не буду украшать ее ничего. Я всего лишь добавлю сюда настоящий соус, который сделает любое блюдо рыбное, креветочное, украшением вашего стола. Знаете, кальмарчики, жареные на гриле. Макаете в этот соус. И они, как дети в школу, проникают внутрь. Значит, смотрите. Вот, видите, вы просто берете кусочек рыбы. Он руками прямо отделяется от костей, от всего прочего. Не нужно здесь быть и возмущаться. Что это такое? Что это? Где это у нас? Почему никто? И вот так вот соуса немножко наносите. Можно соус намазать на хлеб, как я уже сказал. И вы попробуйте просто, как это подходит друг для друга. И вы знаете, даже вот какая-то малейшая, малейший аромат камбала, который бывает, купите в камбалу такие, типа, блин, камбала пахнет. Мы ее все знаем, как рыба, которая имеет какой-то характерный запах. Характерный запах она имеет тогда, когда она долго полежала в заморозке. А свежая камбала не пахнет ничем, пахнет морем. Так вот, даже если чуть-чуть есть аромат камбалы, соус руй как бы сглаживает его, и она становится просто каким-то божественным блюдом. Я хочу с вами попрощаться и сказать, что в следующем ролике я вам еще что-нибудь интересно расскажу и покажу. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok